Сколько немцы платили Тоньке-Пулеметчице за работу? Антонина Макарова, или Антонина Гинсбург, женщина, ставшая в годы воины палачом для многих советских партизан и получившая за это прозвище Тонька-Пулеметчица. Она привела в исполнение более 1,5 тысяч приговоров фашистов, навсегда покрыв свое имя несмываемым позором. Родилась Тонька-Пулеметчица в Смоленской области, в небольшой деревушке Малая Волковка в 1920-м. При рождении у нее была фамилия Парфенова. Из-за неправильной записи в школьном журнале Антонина Макаровна Парфенова потеряла свою настоящую фамилию и превратилась в Антонину Макаровну Макарову. Эта фамилия использовалась ею и в дальнейшем. По окончании школы Антонина пошла учиться в техникум, намереваясь стать медиком. Когда началась война, девушке был 21 год. Вдохновившись образом Антки-Пулеметчицы, Макарова пошла на фронт бить врагов. Предположительно, именно это подвигло ее взять в руки такое оружие, как пулемет. Профессор психиатрии Александр Бухановский исследовал в свое время личность этой женщины. Он предположил, что у нее могло быть психическое отклонение. В 1941 Макаровой удалось спастись в Виземской операции, катастрофическом поражении советской армии под Москвой. Несколько дней она скрывалась в лесах. Затем попала в плен к фашистам. При помощи рядового Николая Фичука ей удалось сбежать. Снова начались скитания по лесам, которые плохо сказались на психологическом состоянии Антонины. Через несколько месяцев такой жизни женщина оказалась в Локотской республике. Пожив какое-то время у местной крестьянки, Антонина заметила, что сотрудничавшие с немцами советские граждане здесь неплохо устроились. Тогда и она пошла работать на фашистов. Позднее на суде Макарова объясняла этот поступок желанием выжить. Поначалу она служила во вспомогательной полиции и избивала пленных. Начальник полиции, оценив ее старания, приказал выбить Яной Макаровой пулемет. С этого момента ее официально назначили палачом. Немцы посчитали, будет гораздо лучше, если расстреливать партизан станет советская девушка. И руки пачкать самим не надо. И врага это деморализует. На новые должности Макарова получила не только более подходящее ей оружие, но и отдельную комнату. Чтобы сделать первый выстрел, Антонине пришлось изрядно выпить. Затем дело пошло как по маслу. Все остальные расстрелы Тонька Пулеметчица производила на трезвую голову. Позднее на суде она объясняла, что не относилась к тем, кого расстреливала, как к обычным людям. Для нее они были чужими, а потому их не было жалко. Антонина Макарова работала с редким цинизмом. Она всегда лично проверяла, качественно ли выполнена работа. В случае промаха обязательно добивала раненых. В конце расстрела она снимала с трупов хорошие вещи. Дошло до того, что Макарова стала накануне расстрелов обходить бараки с пленными и выбирать тех, у кого была хорошая одежда. После войны Тонька Пулеметчица рассказывала, что никогда не жалела ни о чем и ни о ком. Ей не снились кошмары, не являлись в видениях убитые ею люди. Никакого раскаяния она не ощущала, что свидетельствует о психопатическом типе личности. Антонина Макарова работала крайне усердно. Расстреливала советских партизан и их родных трижды в день. На ее счету более 1,5 тысяч загубленных душ. За каждую палач в юбке получала 30 немецких рейхсмарок. Солдатам интимные услуги. К 1943 году ей пришлось лечиться от целого букета венерических болезней в немецком тылу. Как раз в это время локоть был отбит у фашистов. Дальше Макарова стала скрываться и от русских, и от немцев. Она где-то украла военные билеты и выдала себя за медсестру. В конце войны по этому билету она работала медицинской сестрой в одном из госпиталей для красноармейцев. Там же она познакомилась с рядовым Виктором Гинсбургом и вскоре стала его женой. После войны Гинсбурги поселились в белорусском городе Лепель. Антонина родила вторых дочерей и стала работать контроллером качества на швейной фабрике. Она отличалась крайне замкнутым характером. Никогда не пила, вероятно, опасаясь проболтаться о своем прошлом. Долгое время о нем никто и не догадывался. Органы безопасности искали Тоньку Пулеметчицу 30 лет. Только в 1976 смогли выйти на ее след. Спустя два года ее нашли и провели опознание. Сразу несколько свидетельниц подтвердили личность Макаровой, которая уже была на тот момент Гинсбург. Во время ареста, а затем следствие и суда она вела себя удивительно хладнокровно. Тонька Пулеметчица не могла понять, за что ее хотят наказать. Она считала свои действия в военное время вполне логичными. Муж Антонина не знал, за что арестовали его жену. Когда следователи рассказали мужчине правду, он забрал детей и навсегда уехал из города. Где он стал жить впоследствии, неизвестно. В конце ноября 1978 суд приговорил Антонину Гинсбург к смертной казни. Она восприняла приговор спокойно, позднее написала несколько прошений о помиловании. 11 августа 1979 года была казнена. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok